Собор с парижской богоматери Собор с парижской богоматери это хибара, о которых сотни, если не тысячи. Они походу сериал с Джудом Ло пересмотрели. Тут у них просто реально унесло крышу. Блять, Рено, сука. И вот до такого вот, ну, ни разу даже мой мега извращенный мозг не додумался, блять. Что с ними, сука, не так? Почему виноват Папа Римский в том, чтобы сгорел Нотр-Дам? Где? Откуда это взялось? Решил показать. Потому что, ну, это шизофрения открытая. Тут даже уже обсуждать нечего. Здрасте. Доброго времени суток, дорогие друзья. Я, как обычно, с удовольствием приветствую вас у себя на канале. У меня дикая жара, просто духотища страшенна. Лампы греют. Вот сегодня еще съемки были. Куча всего произошло вот за последнее время. Но я вас всех с удовольствием приветствую. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Потому что какое оно еще может быть во вторник? Я обещал Лене посмотреть внимание. Завещание Нотр-Дам-де-Пари. Давайте посмотрим этот лютый, яростный, сумасшедший пиздец. Кадры, которые вы сейчас увидите, поражают своей жестокостью и равнодушием. Я начну с того, что французские газеты начинают выкладывать уже в общий доступ свои обложки на завтрашний день. И все, без исключения, на стартной странице помещают просто изображение горячего, полыхающего Нотр-Дам-де-Пари. Пока Нотр-Дам полыхал, на набережных и мостах стояли парижане, которые молились, чтобы древние своды выдержали. Новость мгновенно облетела и шокировала мир. Эмоции с трудом сдерживали простые горожане президента далеких стран. Я одного не пойму, они по какому принципу выбирают в последнее время себе вот эти вот внешний вид? Этот на майку нацепил галстук, ну это хуй с ним. А про очки уже, блядь, всех давно забыли. Этот в шарфе, что, блядь? Лохмоти какие-то! Хоть что-то. Я говорю, не один ли хер тебе в Кемерово эта информация? Она говорит, нет. Я понимаю, когда зимняя вишня у нас... То есть ему бабушка говорит, что она испытала колоссальное нравственное страдание морального характера после того, как услышала о том, что сгорел собор Парижской Богоматери. Если что, уж про него все знают, даже те, кто там ни разу не был. Ну я имею в виду из вот, из веры. Я не знаю, возможно, ну я даже знаю. Хотя я истовый атеист вообще. Не воинствующий, а именно истовый. Ну, блядь, то есть и ты сейчас будешь глумиться над тем, что у тебя бабушка такая? Ну давай. Идиот. У нас под боком сгорело. Это да, тут все на ушах стояли, у меня тут башка звенела. Ну собор Парижской Богоматери. Ты вообще знаешь, как он выглядит? Или знал до этого? Что ты в интер... Да, мы помним очень хорошо про то, как у тебя башка звенела. Видимо, еще дергалась, потому что вы там нормально так 300 человек сожгли у себя там под боком. Это было гениально. Хорошо, что вспомнил, Леш. В интернете захожу, у всех трагедия. Она чуть ли не рыдает. Я понять не могу, что случилось-то. Ну сгорела очередная хибара. И что? Да таких сотни, если не тысячи. Построят... Собор с Парижской Богоматери это хибара, которых сотни, если не тысячи. Ну, то есть... Специалисты, ебать. Красавцы просто. Ну вот, реставрируют. В чем проблема? Люди не погибли. Где молиться, место что ли больше не найдут? Вы слышали это? Возлюби ближнего своего. Ну вот эту мысль, как бы, я понял, да? То есть, как они относятся к трагедии, которая там произошла. То есть, там, ну трагедии, как это назвать? Трагедия для верующих людей, для тех, для кого это была святыня, место прихода. Кто туда приходил постоянно. То есть, там же люди стояли, не специально приезжали откуда-то там из Европы или из России, да? Это были местные жители. Но, блядь, то, что сейчас начнется дальше, это просто какой-то адский трэш и садомия. Это просто пиздец. Возненавить врага своего. Но теперь я говорю вам, возлюбите врагов своих. Действительно, какой-то Нотр-Дам, фи, офигеть. Елена Мальцева. Да, хибара, говорю, которых сотни, если не тысячи. Из-за тех, кто вас осудит. Иисус говорил, если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Ты представляешь, если вот я сейчас так заговорю с экрана, мне скажут, что ты какой-то поехавший. Ты заебал. А сейчас я тебе прочитал Евангелие от Иоанна, пятую главу, начиная с 31 стиха. И чё? Ну, никто ж не сказал, что Иисус поехавший. А почему, когда другой человек находит в себе две личности, его считают поехавшим и шизофреником? Почему? Ну, не знаю. У Кирилла есть свой канал на ютубе. Кирилл, дорогой наш, ответь, пожалуйста, почему так? Чуть что, в каком-то человеке бесы, а вот когда вот у Иисуса явно какое-то раздвоение личности, в этом стихе я вижу. Иисус поехавший был, зато и повис. Его считают таким. То есть у нас вся вера крутится вокруг поехавшим. Да? Лёг, чё ты такое говоришь? Кончай чувства оскорблять. А чё здесь так написано, ребят? Ну, написано же, в книжке не я же придумал. Но прикол в том, что православие вот эту книжку, как бы, ребят, вам её читать не надо. Вот вы идите к папу, с ним поговорите, он вам расскажет, чё там все гейератонически придумывают и прочие наши святые. Вот это то, а вот это не то. А если, а что там раньше было, так это вообще не то. Вот это православие. Знаете, что я хочу спросить? После вот того, как сгорел, сравните вот эти кадры изгоняющего дьявола. Омана с кадрами из Нотр-Дама во время пожара. Ну, один в один, а вы видели этот постер изгоняющего дьявола? Здесь бога нет. Я смотрю на Нотр-Дам, сейчас, на эти фотографии, и вижу, что там бога нет. И этот вопрос я хочу адресовать папе римскому. Какого? Что это за хуйня? Это, блядь, это какой-то пиздец вообще, блядь. Просто, просто пиздец. Адский трэш и садамия. Что, блядь, происходит? Что, вот, то есть, люди окончательно, вот эти два человека, окончательно поехали кукухой. Я по-другому не могу, блядь, вообще ничего сказать. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. Хрена. И знаете, что он бы мне ответил, как мне кажется, если был бы честен? Да, потому что я религию продал. Ой, блин, Лешка, слушай, вот откуда вот в тебе вот это вот желание пообщаться с Тиньковым, с папой римским? Вот куда ты все время лезешь, а? Я хочу, чтобы его спросили, вот он выйдет с балкона в следующий раз. И ему задали этот вопрос, что это за херня? Как это допустили? Не важно, кто это допустил, не надо никого наказывать, никто в этом не виноват. Но какого хрена? Виноват, кстати, ребят, папа римский в том, что сгорел этот собор. Он самый главный виновный. И это ни хрена не придумка, так и есть, он это знает. И все это знают. Как, блядь, как он, в чем, почему виноват папа римский в том, чтобы сгорел Нотр-Дам? Где, откуда это взялось в голове вот в этой, блядь, пиздец какой-то странной? Чувствует? Я не знаю. На данный момент я не знаю. Не знаешь, если бы я был папа римский, я бы вышел на балкон и сказал, что он там им говорит? Они походу сериал с Джудом Ло пересмотрели. Подождите, сейчас нам Миша будет говорить, что бы было бы, если бы он был бы папой римским. Не, знаешь, если бы я был папа римский, я бы вышел на балкон и сказал, что он там им говорит? Братья мои. Подожди. Вот там касса. Идите все туда, и я отпущу вам грехи. Вот там. Они ему снизу кричат, какого сгорел Нотр-Дам? 500 евро. И отвечу на этот вопрос, сын мой. Между прочим, у них существует обряд, когда папа римский показывает свое смирение и омывает ноги во время какого-то там обряда ритуала. То есть он обычному человеку, условно, омывает ноги. То есть можно попасть на этот ритуал, и сам папа римский омоет тебе ноги. Вытрет полотенчик. Человека-заместитель папы римского выбирает, которому ноги омывают демонстративно. Знаете, ребят, что я хочу сказать? Много раз, по-моему, повторял, не знаю, помните ли вы или нет. Подобный вопрос Владимиру Владимировичу задали. Какого хрена он ездит на машине? А там президент Польши или че, я забыл, какой, на велосипеде. Он говорит, он, конечно, хороший человек. Но я популизмом не занимаюсь. А вот омывать кому-то ноги демонстративно, вроде бы как прохожему, это галимый популизм. Если человек этим занимается... Это традиция, блядь. Вообще вам, двум ебаным безбожникам, обсуждать веру, вообще в каком бы то ни было, в ключе, положительном или в отрицательном, это просто пиздец, ребятки. Вот я почему-то, я это не обсуждаю. Я про Нотр-Дам даже ни слова не сказал. Специально. Про папу римского, ну, давай, давай поговорим. Но вы специалисты во всех вопросах. Гренли, это... Я тебе говорю, у меня где-то минуты на двенадцатой даже в голове возникло, что это невозможно посмотреть на стриме, потому что это невозможно комментировать просто никак. Это просто какой-то трэш. Ну, почему же? Он, наоборот, хочет среди своих руководящих этих кардиналов показать смирение перед Творцом. Какого хрена его надо показывать? Если оно есть, то его не надо демонстрировать, понимаешь? Ну да, тоже верно. А если ты его демонстришь, значит, тебе его нет. А чё ж Иисус залетал и разбивал там лавки, когда они торговали? Чё он дерзкий-то такой был? Он залетал к тем ребятам, которые в курсе темы были, понимаешь? А-а-а, точно. А тем, кто не в курсе. Ну, то есть вы поняли. Ну, то есть, откуда мы знаем религию? По вере... Вернее, по фильмам, по сериалам. Ну, так вот. Эм, очевидно, да. Вот оно. Канал не магия, дорогие друзья, не магия лайф. Там они и сами видели всё. Дома отца моего. Не делайте домом торговли. Ох, я не знаю, для кого этот блок, если честно. Чё мы несем, по-моему, у нас расчетверение личности. Да, ребят, не слушайте. Там вот в начале дисклеймер. Я не устану о нём повторять. Два этих, как там, и... А-а-а, ну, конечно. Дисклеймер... Да всё ты помнишь. И клоуна, и дебила. Ну, вот это от Иоанна. Главу пятую почитайте. Всем рекомендую. Не слушайте, что скажет батюшка вас, либо ещё кто-то. Открывайте сами и читайте. Вас прям ждёт... Да, мне протестанты тольятинские, кстати, тоже втюхали эту голову, этот Новый Завет. Столько интересного, столько открытий. Вы когда почитаете и увидите, что у Иисуса наблюдалось чуть ли не раздвоение, не расчетверение, не расстроение сознания, вы вдруг поймёте, что на самом деле вокруг вас не так много поехавших людей. И что, возможно, тот человек, которого вы считаете поехавшим, он вовсе не поехавший. Коль сам Иисус ходил, рассказывал всем об этих делах, и его на крестик повесили, сказали, вот теперь молимся ему. То есть, Новый Завет говорит нам о том, что Иисус... Бля... Я на самом деле в ахуе. Вот, то есть, как эти логические выводы? Вот, я точно иногда... Я тоже иногда, бывает, люблю с верунами поговорить на тему Библии. Особенно, когда ты там что-то прочитал, что-то для себя там пометил. Но это же... Блядь, это же, сука, книга, это же религия, это же всё не так просто. И как можно вот так просто взять на диване, и просто ради того, чтобы у тебя хайповое было название, Нотр-Дам-де-Пари, рассказать про Нотр-Дам-де-Пари две минуты, рассказать историю про верующую бабушку, которая плачет, чуть ли не плачет, у неё сердце разрывается от того, что произошло. И потом дальше, в течение 15 минут, нести вот этот пиздец, эту хрень, этот, блядь, ебучий бред. А в названии, естественно, писать «Собор Парижской Богоматери», а дальше просто, ну, чисто для хронометража, накидаем какого-то, какой-нибудь говна до вентилятора, чтобы на Папу Римского попало, на Иисуса, на Новый Завет, на всех. Нелепо, да? В чём отличие шизофреника от Иисуса Христа? В том, что шизофреник не принял в себе этот дар, а человек принял. И терновый венок спасли! Вы знаете, что этой хернёй пытали человека? Нет, она имеет, безусловно, символ, значение, но это вот только потому, что она намолена другими людьми. А человек страдал от этой штуковины, а её спасают и берегут. Вы вообще понимаете, что происходит? Да, и Копьё Судьбы тоже намолено, видимо, блядь. И Туринская плащаница, это всё, как бы, ну, это всё символы страданий, да. И что? Дальше-то что, я не пойму. Ты не прав. Они не безбожники, они сатанисты. А в этом виде они пытаются открыто нарваться. Видимо, настало пора хайпануть. Зигмур, так эта пора у них давно уже настала. Я тебе ещё раз говорю, у меня все спрашивают, что там у Немагии, что там у Немагии. Да, они сейчас вот подождут, выждут, на основной канал начнут обзоры пилить, и всё будет у них опять хорошо. Тут у нас со Стасом разговор был по поводу кейсов, которые удачные были, связанные с разоблачением кого-то и так далее. Вот я ему привёл пример Трансформатора, привёл пример Немагии, и привёл пример частичного, неудавшегося, там, Коли Соболева, да, что у него поначалу всё было хуёло, потом он опять начал гнуть свои люни, и всё стало хорошо. У этих-то всё не так. Тут у них просто реально унесло крышу. И вот это всё вот полезло наружу. И как это остановить, я понятия не имею. Ужасно. Нет, и вы подумайте, когда вы на себе крестик таскаете, вы таскаете орудие пыток на себе, вы принимаете иго пыток, таская этот крест. Это не добрый знак, на нём распинали людей, вот сюда гвоздик прибивали, и сюда, и к ногам, и заставляли на жаре. Я одного не пойму, почему этот ролик верующие люди не закидали жалобами, и его нахуй не снесли, блядь, с Ютуба, до сих пор уже неделя прошла. Я, честно говоря, посмотрел его в первый же день, как он вышел. Я даже не был вполне уверен, что мы сейчас его сможем посмотреть, потому что я думал, что его закидает. Потому что если вы думаете, что сейчас пиздец, вы дальше не видели. Папа Римский в фильм «Страсти Христовы» одобрил лично, и вообще сказал, в телефонном разговоре, по-моему, даже Мелу сказал, всё так и было. Чё ты, блядь, несёшь, идиот? Много и других символов. Но носится он с этим, потому что на нём Иисус висит. Если бы Иисус не висел, можно было другой символ дать. Сказать, что это, вот это для меня как бы это знак каббалистического дерева. Да это же донат, 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 огромный донат. Опять же, по поводу того, что они приняли иудаизм, они это отрицают всячески. И их нахождение в синагоге, вернее, даже не в синагоге, а в общине еврейской, они, ну, оправдываются, что они просто для расширения кругозора там находились. На, серьёзно, ты не верил? Вот, верить им или нет, я хуй знаю. Вот, мне вообще сейчас, на самом деле, кто-то правильно написал в чате, что не закидали жалоби мы, потому что на них всем уже похуй. Я и, если вы заметили, я не смотрел этот ролик на стриме, когда он вышел. Ну, просто Елена задонатила довольно крупную сумму, и я просто, ну, решил показать. Потому что, ну, это шизофрения открытая. Тут даже уже обсуждать нечего. И такие символы вкладывают в него. По поводу Мэл Дипсона я тебе должен сказать. Что-то она снимала, она сказала, пошли вы все нахер, на меня спустился Святой Дух, и я снял этот фильм. И он заработал 600 миллионов в прокате. И из них огромную сумму, по-моему, вроде в районе сотни, он отдал куда-то. Так а ты знаешь, что меня сподвигло на съёмку этого блога? Ну. Откровение. Я читаю Новый Завет и постигаю Слово Божие. Понимаешь? И на меня снизоходит Дух после того, как сгорел Нотр-Дам-де-Пари и говорит, Миша, записывай этот блог и рассказывай, что не ты свидетельствуешь. Понимаете, ребята, это сейчас не я вам свидетельствую. Это через меня Дух Святой говорит, который от нашего Отца Небесного снизошёл. Поймите вы уже меня, не я это говорю. Дух с вами разговаривает. Очнитесь. Да что, блядь, с тобой не так? Это, это как бы, ребята, это чисто... Мы чисто роли репетируем, мы хотим вот Папу Римского куда-нибудь вставить, поэтому особого внимания не обращать. Ну, серьёзно, кто им спросит, скажет, что такое было, Дух снизошёл. Мы просто живём в России, понимаете? Если бы мы ввели этот блог во Франции, мы бы от Папы Римского вообще бы не отстали. Я тебе должен сказать, вот с этой книгой очень удобно снимать блоги, она прям как сценарий. Ты заметил, что мы каждый раз подобные ролики с книгой снимаем? Ребят, не просто ж так, вы поймите, что Коран, что Тара, что Библия в целом, которая объединяет Новый Завет и Ветхий Завет. Всё от одного, так всё от единого. Так там так и написано, что всё от одного. Как мне один человек, знающий, ответил. А я говорю, вот в кого у нас верят в отцов церкви, а в кого верит Европа? Европа верит не в книжку, она верит в Папу. Да, да, вот понимаете, о чём мы говорим у нас ролик про это. Вся ответственность на Папе. А он в этом не признается. Вот в этом вот. Вот так вот язык, значок и бабки отсюда вывариваются. Что ты такое говоришь? Что это за бред? Мне понравилось, как жукло, что он всегда не показал в Папу. То, что он сидит, не знает, что делать. Никогда он этого там божественного чего-то не чувствовал. И молит его так сигаретой. О, Господи, ну с незаметной отравления. Да я уже шокий, хокий не провеслайный человек. Пожалуйста, вот так вот там на консоборе. А ничего не происходит, как так? Да потому что человек, ребята, такой же обычный, как и вы. Ой, блядь, Елена. Ты понимаешь, Елена, я давным-давно уже всем говорил, говорю и говорить буду, что я хоть и крещённый, но я атеист. И вот эти все в конце «Храни вас Господь» — это не глумёж какой-то, это просто устойчивое выражение канала. И да, я был в ахуй просто от того, что, блядь, происходит в этом блёжике, в этом блёжике, понимаешь, блёжике. Гражданство через иудейство захотели. Можно изи-доки запросить на них. Ну, если есть возможность. Я просто не разбираюсь в этом, если честно. Ну, к тому же, возможно, это и объясняет по причину того, почему там Алексей не засветился. Возможно, у него нет никакой причины, чтобы там находиться. Возможно. Возможно, только у Михаила где-то там где-то что-то откопалось. Но, опять же, это дело их абсолютно. Мне абсолютно наплевать. То, что в данный момент я констатирую факт того, что они сошли с ума нахуй, вот это, блядь, факт, по-моему. Уже для кого не... Это уже, по-моему, для всех очевидно, и ни для кого не является секретом. Просто сбрендели нахуй. Смысл жизни, знаете, какой-то? Да, это опасно. Сейчас, блядь, он сейчас еще... Это пиздец, сейчас... Сейчас будет, сейчас будет. Сейчас нам, блядь, будет смысл жизни. Смысл жизни, знаете, какой-то? Да, это опасно, Лёха, это спокойствие. Ничего себе, смысл жизни ты хочешь всем рассказать. Все, вон, я вижу, вижу. Там нас сидит пацан 15-летний смотрит, он напрягся уже. Он и так уже рот открыл. Сейчас думают ему еще смысл жизни Лёха расскажет, и я прям вот поеду в Кемерово и упаду, и скажу, все, я пойду за тобой. Слушай, ну надо шутки пошутить опять. А мы пошутили, а разве не смешно было? Надо вовремя ты своего, блядь, куришь-то, отдернул, Мишань. Сейчас бы он тебе пизданул про смысл жизни, нахуй. Ладно, хорошо, может быть еще шутки? А то уже понесло куда-то, действительно, в какой смысле? Ну вот это, по-моему, когда на меня снизошел дух, это такая шутка, ей все проникнутся, хохотать будут, я уверен. И самое главное, не воспринимайте все серьезно, относитесь иронично. Просто шуточка, просто, ребят, ну как это в центре Франции сгорело такой амбар, как здесь не поржать? Там президент у Жаклина очередной, что ли, был? Я не знаю. Я когда слышу про Францию, там идет лишь только разговор о том, кого прет президент этой страны. Ну, как бы тоже все, ребят, неплохо. Иной раз думаешь, уж лучше бы он всяких Жаклин пер, нежели ракету Сармат куда-нибудь собирался запустить. Ну, на самом деле, ребята, у меня сразу возникают думки. Да это же донат, донат, огромный донат. Ебаный пиздец, блядь. И тух, символ свободолюбивой Франции. Миш, если что, так уж кому-кому, а вам с Лешкой эти вещи нужно знать. Европа и правда загнивает, а в России все не так плохо. У нас же вроде бы не сгорели там соборы, какие в Кремле у нас стоят. А Европа-то что, загнивает, получается, раз у них под боком? Это же донат, донат, огромный донат. Сука, продолжает он вот это хуйня. Я шутер, я шутер, я шутер, я шутер, я шутер, я шутер. Я шутер, я шутер, я шутер, я шутер, я шутер. О Франции. Да что там сказать, чуть ли не усимовала всей Европы, сгорел этот собор. Что-то там две революции пережил, вот эти статьи я читаю. Ищут что там, до хрена всего. И тут всрали. Я смотрю впервые на Киселёву и думаю, чёрт побери, может он всё-таки прав действительно. Это прям натолкнул меня на мыс. Киселёв сам об этом, кстати, не догадывался, я более чем уверен, что он прав. Но, видишь, как выясняется. А уже, Серёга, есть передачи по телевидению, где Киселёв говорит, ну вот, ребята, вот он так же помпезно, как я и говорил, мы видим загнивающую Европу. И показывает собор горящий. С чем это связано, как вы думаете, что сгорел главный символ Франции? Возможно, с проблемами, в которые окунулась Европа. Иммигранты, отсутствие правильной политики, гомосексуализм, вседозволенность. И вот это вот он, как он умеет помпезно говорить, и показывать кадры этого горящего собора. И у нас все бабушки такие сидят, ну, действительно загнивает. Чудо в том, что позже в угольках нашли сохранившегося бронзового петуха с мощами святых, что венчал собой маковку шпиля. И повторяю, слава богу, тюрновый венок спасли, ребят. Не спасли бы вообще французам вот в этот вот значок Рено, хана бы, сунули бы совсем. У меня всегда страха горит. Какого хрена это Рено, вот, я извиняюсь, вот этот женский половой орган в виде значка выбрал. Сейчас дошло, что Рено это женский половой орган, надо, знаешь, еще вот... Блять, Рено, сука. В этом значке вот сюда вот пипочку такую. Темные времена на стальной ютубе, темные, темные. Переховать. Так сказать, соли добавить. Ты не думаешь, что французы погрязли в порогах? Возможно, это символ, нет? В каких порогах они погрязли? Ну, мне нужно было во Францию съездить. Итак, я же в прошлом ролике говорил, к Жаклин проверить, погрязла ли она в порогах. Вот, блять, сколько вот я видел, у меня у брата Рено Меган был, блять, сколько раз я видел этот логотип и вживую, и где угодно. И вот до такого вот, ну, ни разу даже мой, блять, мега извращенный мозг не додумался, блять. Что с ними, сука, не так? В порогах или нет? Есть за что собор сжечь или нет? Что на этот счет папа Римский скажет? Как он вообще всрал? Мне хочется задать ему вопрос. На последнем заседании с Богом что-то они там не дообсудили, что ли? Не договорили? Нет, Бог говорит такой папе Римскому. Папа, ты как этот сериал допустил, молодой папа? Ты что такое творил? Я тебе сейчас собор сожгу. Вот будешь там перед своей паствой отмазываться. Понял? Папа такой говорит, вообще, папа, доз. Можно как-нибудь помягче? Нет, буду сжечь собор. Меньше денег будешь зарабатывать, старый пердон, папа. Ваше святейшество, в апостольском 20 нельзя курить, правда? А кто это решил? Иоанн Павел II. Он больше не папа. Что думает интересно по этому вопросу православная церковь? Православная церковь переживает, что сгорел этот собор. Мне кажется, Кириллу тоже нужно запускать программу о том, как Европа погрязла в пороках, о том, что там, извините, все порятся непонятно во что, и что собор сгорел, потому что это вот было им дано активное знамение, мол, ребята, переставайте пороться в эти отверстия. Вот во все. И что еще мы забыли? Мы забыли, как мастурбировать. Я всегда был против этих парадов. Гей готов. Что, блядь, происходит? Почему у нас стрим с чего начался, тема заканчивается. И тут про дрочку. Против парадов. А каких пускай сами додуманы. Многоцветных парадов против ты был. Нет. Сейчас на 9 мая будет парад. Ты против него, что ли? А там цветов немного, там два. А здесь много. Столько, по-моему. Это сообщество имеет цвета радуги, что ли? Но. Это сообщество имеет цвета радуги? У детей радугу забрали, ты что не в курсе? Символ радуга? У бога, знаешь, в священных писаниях, ребята, в Библии написано, что у него является заветом между человеком и богом. Радуга в небе. И они забрали себе эту радугу, сказав, что у нас у заднеприводных союз с богом одних. Ребята, вот этот символ, он не их. Ну мы уже что, распизделись. Давай тут уже закруглись. А все, уже выводов было полно. Там Серега подрежет как надо, и все нормально. Чего сказать? Один человек так ролик монтирует, другой так. Вам преподнесли по-разному, и у вас уже поменялось мировоззрение. В плане чего-то. Человек видит и слышит только то, что в нем самом сидит. Вот какая мысль интересная. У нас, в принципе, физика так работает. Свет. Очень интересная мысль. Очень интересная. Мы цвет как воспринимаем? Вот этот спектр разделяется на 7 цветов. То, что стенка, допустим, отражает, то мы и видим. А все остальные цвета впитывает. А она на самом деле цвета не имеет. Мы просто видим то, что отражается от нее. Может, вообще нихера нет. У нас симуляция. Шланг такой торчит. Какой жесткий стек, ребята. Ну ладно, на этой ноте мы закончим. Серега, пусти здесь цифры и матрицу. Ну и когда уже начнем синюю-красную таблетку предлагать в кадре? Ребята. Красная таблетка, подписка на канал, не магия. Ага. А синяя таблетка, пожалуйста, нажмите себе там кнопку, чтобы вам не магия больше никогда не выпадала. Можно так на ютубе сделать. Не просто отписаться, а нажать кнопку, чтобы вот эти два чумака, непонятно что несущие, никогда вам не выпадали. А подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. У нас там упал трафик. А нам там немножко бабла просто капает с рекламы ВКонтакте. Мы вот по крохам собираем, поэтому подпишитесь, пожалуйста, в группу и просматривайте постики. Поддержать донатом, поддержи, подпиской в группу ВКонтакте. Все. Ну я думаю, это анафема. Вы уже поняли, да? Спасибо, что напомнили, кстати, что можно сделать так, чтобы оно никогда не выпадало. Мне не интересен канал не магия. Спасибо, что подсказали, ребят. Очень полезно. Очень полезно. Так, что ж, дорогие друзья, я хочу на самом деле поблагодарить вас за то, что вы смотрели сегодняшний эфир. Я надеюсь, вам было хоть чуть-чуть немножко интересно. Огромное спасибо всем, кто поддерживал канал денюжкой. Сегодня прям просто какой-то... Просто какой-то пиздец, если честно. Приятно удивили. Спасибо всем, что смотрели. Мы с вами обязательно увидимся в четверг в 19.00 по московскому времени, как обычно. А сейчас я пойду принимать душ, потому что что-то какой-то пиздец. Спасибо, что смотрели. Храни вас Господь. Пока.